Латвийский союз свободных профсоюзов и Латвийская конфедерация работодателей предлагают повысить минимальную зарплату до 740 евро и установить фиксированный необлагаемый минимум в размере 500 евро с последующим увеличением до 80% от минималки. В будущем году работающие будут получать к минимальной зарплате на 44 евро больше нетто, чем в этом году. Планируется провести реконструкцию здания Сейма, во время которой будет повышено энергоэффективность здания, внедрены современные решения экологической доступности, а также будет расширено общественное пространство. Общий объем финансирования проекта составит около 34 миллионов евро. Для реконструкции выбраны эскизы компании RD Architects и Palace Architects. Правительство решило выделить почти 90 тысяч евро на проект Евросоюза по внедрению вакцинации от COVID-19, реализуемой Рижским университетом Страдене, чтобы улучшить охват вакцинации. Увеличение вакцинации необходимо для снижения заболеваемости, своевременной профилактики заболеваний и сокращения ресурсов на лечение. Рижская дума объявила конкурс на создание сада памяти на месте золитутской трагедии. Открыть сад памяти планируется в 2025 году. Претенденты на создание мемориала жертвам золитутской трагедии могут подавать заявки до 27 сентября. Накануне вечером в Миткунисе Каунаского района разбился небольшой самолет с пилотом и пассажиром. Оба серьезно не пострадали. Во время полета у самолета отказал один из двигателей. Пилот пытался перелететь в ближайший луг, но пропеллер самолета зацепился за траву, и самолет врезался носом в землю. Позже выяснилось, что пилот разбившегося самолета был пьян. В его крови констатировали 2,64 промилля алкоголя. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке. Сегодня у здания Сейма провела пикет против отказа от преподавания на русском языке. Более трети жителей Латвии дома говорят по-русски, и поэтому семьи должны сами решать, на каком языке учиться их детям, отмечают представители ассоциации. С нового учебного года столичное самоуправление будет софинансировать питание только тех учащихся, которые задекларированы на административной территории Риги. Родители детей, задекларированных в других муниципалитетах, должны будут заключить договор с предприятием общепита, который обслуживает школу, чтобы получать обеды за полную цену. В понедельник 2 сентября Госполиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения возле учебных заведений. Также полиция будет следить за тем, чтобы перевозка самых маленьких участников дорожного движения осуществлялась безопасно и в соответствии с правилами дорожного движения. У 10% латвийских семей, в основном тех, где воспитываются два и более детей, подготовка к учебному году вызывает дополнительную тревогу, свидетельствует опрос общественного мнения. При этом чувство тревоги меньше в семьях с одним ребенком и значительно выше с тремя или четырьмя детьми. Латвия Зенес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.